Похоже, отечественная игровая индустрия всерьез увлеклась работами братьев Стругацких. Особенно, конечно, повезло обитаемому острову, но и другие книги знаменитых фантастов не остаются без внимания. Например, «Отель у погибшего альпиниста» — отличный образец неторопливого фантастического детектива. Игра строится по классическому принципу. Имеется дом, в котором волею стихии заперто несколько подозреваемых в недавнем убийстве, и совершенно случайно оказавшийся там же герой, которому предстоит найти убийцу. В нашем случае дом — это отель, подозреваемые его постояльцы, а герой — это следователь Глебский, решивший провести отпуск в злополучном отеле. Вообще-то говоря, в начале работы над игрой авторы обещали нам полную нелинейность в духе флагманов жанра. Однако большинство обещаний так и остались в пресс-релизах и анонсах. Конечно, некая свобода выбора у нас имеется, но сюжет все равно развивается по жесткому сценарию, миром правят триггеры, а проявить инициативу и совершить что-нибудь необычное практически невозможно. Увы, едва уловимая атмосфера оригинала в игре куда-то затерялась, сменившись на постоянную беготню по необъятным просторам отеля и бесконечные разговоры с постояльцами. Герои, нужно признать, стараются вести себя естественно и периодически цитируют своих книжных прототипов. Главное огорчение — самый загадочный персонаж книги Брюн, половую принадлежность которого определить почти невозможно. Чтобы немного расшевелить неторопливое расследование Петера Глебски, в игре имеется несколько аркадных мини-игр, которые, по счастью, не сильно выбиваются из общего игрового настроения и не выглядят чужеродными. Главное достоинство игры — картинка. Не то чтобы в игре использовались какие-то новомодные эффекты, просто художники и дизайнеры выполнили свою работу на отлично. Буквально в каждом кадре, в каждой сцене чувствуется работа талантливых людей. Авторы создали настолько красивые и увлекающие своими тайнами декорации, что поначалу хочется просто ходить по комнатам отеля и рассматривать, изучать, повсюду заглядывать. Увы, именно этого-то делать в игре особенно не нужно. Знай себе, ищи нужных персонажей, да слепо следуй сюжету. У Electronic Paradise вышел достаточно добротный классический квест со всеми присущими классическому представителю жанра достоинствами и недостатками. К сожалению, уникальную атмосферу книги передать не удалось. Равно, как и раскрыть характеры большинства ключевых персонажей. Это может несколько расстроить поклонников книги. Для всех же остальных отель — просто добротная игра с необычным сюжетом и отличным графическим оформлением. Да за такие деньги меня с тобой на дирижабли бы достали, с оркестром. Субтитры создавал DimaTorzok